Привет! Представься, пожалуйста. Меня зовут Погосов Алексей, либо некоторые знают по прозвищу Баджо. Я из города Ростова-на-Дону. Леш, почему Пхукет? Я здесь тебя вижу не первый год, ты выбрал это место. Почему? Почему? Ну вот вчера я подсчитал, что это уже моя шестая поездка, шестой год, когда я зимую на Пхукете. Я не знаю, я пока лучше места в межсезонье для тренировок. Не знаю. И тут идеально все подходит для тренировок. Тренировки по вейку. Я знаю, что ты про райдер. Расскажи о своих достижениях. Да, я катаюсь, меня поддерживают такие бренды, как Абрайан Вейкбордс, Анил Вейкбордс, Шлема Берн. Также меня поддерживает очень компания Вертиго Спортс. Вот. И наши ростовские вейкпарки. Вейк Ростов. Ростов Вейкпарк и Каррера Вейкпарк. С чего все началось? Почему вейк? Как ты сюда пришел? И тебя он настолько затянул, что ты уже много лет в нем. Как получилось? Началось все... Как обычно, это друзья, которые позвали меня попробовать. Сначала это был катерный вейкборд. Я попробовал, было интересно. Причем я полжизни, наверное, занимаюсь различными экстремальными видами спорта. Я занимался долгое время... Начинал с роликовых коньков, агрессив, онлайн. Потом какое-то время был брейкданс. Потом после роликов я начал кататься на скейтборде. И прям был помешан на скейтборде долгое время. Вот. И после скейтборда я наконец-то там попробовал сноуборд. И когда меня позвали попробовать вейк, катерный сначала это был, потому что не было кабельных... Я такой скептически отнесся. Я думал, как-то... Ну, уже возраст, наверное, сейчас что-то новое, какой-то новый спорт пробовать, какие-то новые трюки учиться уже было неинтересно. Но в итоге, когда попробовав именно кабельный вейкборд, меня прям это... Ну, это заразило. Вот. И стало очень интересно пробовать определенные трюки. Мне казалось, что это немножко проще, чем скейтборд и сноуборд, потому что все-таки падение все в воду. И для меня это... Ну, открывало, наверное, больше возможностей. Вот. Что-либо из сложного попробовать. Что тебя вдохновляет? Вдохновляет? Я не знаю. Вдохновляет, наверное, трюки определенные, потому что, ну, и особенно сложные. И какое-то к ним стремление. И вдохновляет, когда ты побеждаешь свой страх. Потому что каждый определенный трюк, ты борешь свой страх. Потому что ты... Твое тело всегда, оно же, по сути, ленивое. Оно не хочет, притом, что ты рисковал, где-то падал, ударялся, где-то какую-то боль испытывал. И все время она старается тебе притормозить, там, давай не сегодня, давай не пробуй это, там, ну, грубо говоря, в голове. Вот. И когда ты преодолеваешь определенные страхи, у тебя получается трюк, ну, это очень крутое ощущение. Это стоит попробовать. Причем на разном уровне. Это для новичка, это может быть, там, на большом кольце пять опор пройти. Это уже будет большая победа. Вот. А там дальше уже постепенность, постепенность ступеньки поднимаются выше и выше. Раз заговорили о трюках, какой твой самый любимый трюк? Самый любимый трюк? Наверное, самый банальный ответ это тот, который еще не приземлил, но вообще, с самого начала я начал кататься. Самый любимый трюк для меня был, самый красивый, это был Моби Дик. В пятнадцатом году я научился его делать благодаря Леору, но потом у меня там была одна операция, и полгода я не катался, и он у меня исчез. Как бы, вот прям исчез из головы. Я, причем, хорошо его приземлял, понял полностью этот трюк. До сих пор он мне нравится, но пока после пятнадцатого года я его еще не приземлял. А он, наверное, все-таки самый любимый. Есть ребята, на которых ты смотришь и говоришь, ой, чувак, ты крут? Да, есть, много ребят. Если это брать русских ребят, вейкеров, мне очень нравится стиль катания Тирского, Никитоса, Оводов. Всегда очень круто смотрится, прям мне очень нравится. Вот сколько я, сколько лет, его я не смотрю. Нравится Даня Шуров очень. Нравится Волохов-Колян. Он прям вот, мне нравится, как он развивается, к чему он идет. Молодец, я думаю, у него прям хорошее будущее. Я сейчас могу кого-то не вспомнить, но есть там, еще пара человек мне нравится. Всегда нравилось, как катается Ситников. Не могу сейчас всех вспомнить. А из западных, наверное, мне нравится качество исполнения трюков Лиора, Софера. Нравится, как катается Фиров. Аранган. Ну, Дэнил Грант, понятно, очень круто катает, вопросов нет. Как к тебе люди могут попасть на тренировки? Я знаю, что ты крутой тренер, но почему ты никогда не тренируешь у нас? Да я не знаю, попросить и попасть, все. Если будет возможность, я, конечно, с удовольствием потренирую. Ну, когда ко мне обращаются за советом, я всегда расскажу, объясню, подскажу, даже если я человека не тренирую. Вот, у меня как бы с этим проблем нету никогда. Сколько по времени занимает у человека поставить хороший трюк, если он такой интермедиа левел? Интермедиа, ну, это в зависимости от трюка, от сложности трюка и от подготовки человека, потому что от человека зависит. Потому что бывают люди, которые приходят, да даже после, не знаю, единоборств определенных, после борьбы, там, у них как-то с вестибулярным аппаратом гораздо лучше дела обстоят. А есть люди, которые ничем не занимаются, и их нужно прям стараться развивать, заставлять кувыркаться на полу вперед-назад, чтобы голова начала работать, потому что, ну, совсем тяжело с этим. Но результатов, результаты обычно человек видит, если начинает что-либо хотя бы минимальное делать по упражнениям, он видит за месяц уже точно, к чему-то может прийти. И я знаю людей, которые, когда перед ними прыгаешь сальто, и он тебе сразу же говорит, что это нереально, я это никогда в жизни не сделаю. Через месяц он делает то же самое, и он понимает, говорит, слушай, ну, я в это не верил, ну, как это, как я это делаю? Ну, вот, все же просто. Прыгнул, кувыркнулся, приземлился, все. Что ты пожелаешь тем деткам, которые только-только начинают вставать на вейк, видят тебя на воде и говорят, ну, я хочу так же? Что ты им пожелаешь? Я им пожелаю стараться больше кататься, не спешить со сложными трюками. Все идет поэтапно. Нужно идти от простого к сложному. Если все простое будет легко даваться и получаться, и оно будет закатываться, запоминаться человеком, то потом, когда он будет переходить на более сложные трюки, они будут проще получаться. Тут все дело в накате, в аккуратности. Всегда не забывайте, где вы находитесь, что это все-таки, когда вы прыгаете что-либо, это несет какую-то ответственность и опасность. И все, все будет получаться. А дальше ваше желание. Спасибо тебе за твое время. Пожалуйста. Вам спасибо. До встречи.